Около года назад к нам в редакцию с жалобой обратились жители улиц Минская и Витебская. Пустырь возле их домов превратился в свалку из строительного мусора. Мы отправляли запросы властям, которые уверяли, свалку ликвидируют. Однако, даже спустя столько месяцев свалка по-прежнему на месте и обросла еще и бытовыми отходами. Салфетки, бутылки, остатки продуктов. Ассортимент мусора продолжает расширяться. Не без участия местных жителей, однако большая часть – люди ответственные и жить в такой обстановке устали. Но, несмотря на многочисленные жалобы и просьбы местной власти, проблема не решается. Я не знаю, куда обращаться или что-то. Ну, просто никому ничего не надо. Это просто самим нанимать, наверное, довозить. А самим тоже нанимать, сами понимаете, немалые деньги будут. Я говорю, ну, чем вот так вот захламлять, ну, свезли бы вниз. Там засыпай, засыпай, не хочу. Городская администрация подтверждала, свалка не санкционированная, ситуацию возьмут на контроль. Но, по факту, из принятых мер – табличка с информацией о штрафе, которая давно смешалась с мусором. Вон, все бутылки, все. Ну, алкаши, конечно, тут, дай бог, лазят. Тут, наверное, собак подкармливают, собаки бегают стаями. Там все, там все. Вообще ужас, невозможно. А если сейчас лето будет, а знаете, какая вонь будет здесь стоять? Помогите, пожалуйста, ну, уберите. Вон яр, пожалуйста, можно засыпать. Людям будет легче, там, так, ну, спускаться будет, это, там засыпят, и людям будет хорошо. И этой свалки не будет. К слову, люди готовы расчистить территорию, только вот сначала нужно вывести строительный мусор и твердые коммунальные отходы, которые продолжают свозить сюда из разных частей города. Мы готовы были бы почистить вот эту площадку, что-то сделать. Здесь можно поле волейбольное какое-то сделать, и все бы, не только дети выходили. Но мы не можем добиться даже, чтобы вот это вот, убрали этот мусор. Куда смотрит администрация? Я думаю, что надо задуматься и не сидеть в кабинетах, а выходить, и приезжать на участки, смотреть и принимать решения. А это уже другая часть города, проспект энергетиков. Но ситуация здесь практически не отличается от предыдущей. По всей территории промышленной зоны наблюдаются горы мусора. Складируют все, от кирпичей до обрезков животной туши, которую растаскивают бродячие собаки. К слову, такая проблема с каждым годом становится серьезней. На сегодняшний день только по официальным данным в Алтайском крае 1033 несанкционированных свалок. Если эта земля муниципальная, то должен убирать муниципалитет, то есть или район, или города, либо какого-то образования. Если это промышленная территория, то убирает собственник данной территории. Если это частное какое-то подворье, то, соответственно, владелец частного дома или многоквартирного дома. Сейчас непонятна вот эта ситуация, когда именно ТКО вывозит. Потому что все платим все равно, вне зависимости от того, как стартовала мусорная реформа. Но, тем не менее, чище не становится. И проблема консолидирована, если говорить, то в терресхеме она даже посчитана. То есть, три года назад это рассчитывалось 12,4 миллиарда рублей для ликвидации. Это только тех 1033, которые официально есть в территориальной схеме. По словам специалистов, для предотвращения роста числа свалок, людям в первую очередь необходимо научиться брать на себя ответственность. Допустим, я делаю ремонт в квартире, у меня много строительного мусора. То при вывозе, при найме какой-то коммерческой организации, нужно просить от них квиток о том, что данный мусор увезли на полигон. Потому что плечо доставки мусора у нас порой очень большое. То есть, допустим, если везти с центрального района до полигона, это плечо в одну сторону более 30 километров. Соответственно, предпринимателю проще выбросить этот мусор где-то в лесу и не платить за его утилизацию. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но мы имеем то, что имеем. А убирать. Очень часто нам говорят, ну это же не мы, мы же не мусорим. Я в таких моментах говорю, я вот тоже не мусорю, и что. То есть, как бы, ну оптимальный вариант, конечно, убирать и сохранять. В чистоте не просто убрал и забыл об этом. А убирать, вешать таблички, да, что здесь навели порядок, такие-то, такие-то, просим содержать это место в чистоте. Как правило, люди очень хорошо откликаются на такие вещи. Власти и общественники с многочисленными свалками бороться пытаются. Однако пока принятых мер явно недостаточно. Субботники и прочие мероприятия по уборке территорий, по словам специалистов, решить глобальную проблему не способны. Совместно с общественной палатой эту тему обозначили на уровень правительства Алтайского края. И, я думаю, в ближайшее время будет даже инициирован законопроект для того, чтобы регулировать эту сферу. Потому что буквально вот от этой локации, ну, так скажем, практически в шаговой доступности, есть предприятие, которое занимается переработкой, стоит оборудование, простаивает. Да, вокруг него огромные завалы строительных отходов, которые не перерабатываются. И все же активисты и волонтеры призывают барнаульцев к осознанности. Специально для спасения города от хлама организаторы «Экодвижения мусора больше нет» проводят акцию «Чистые игры». Люди собирают мусор с правилами раздельного сбора, то есть металл отдельно, пластик отдельно, сдают на склады с купщиком, получают за это баллы. И в итоге побеждает команда, которая заняла, набрала больше всего баллов. То есть помимо уборки мусора есть еще экологические загадки, есть еще площадка отряды «Лиза Аллер». То есть это не просто уборка, а это такое приключение, я бы так сказала. Это уже шестая по счету игра, в которой предлагают принять участие всех желающих сделать город чище. Для мотивации победители наградят ценными призами. «Чистые игры» пройдут в воскресенье 23 апреля, начало в 11 на остановке «Школьная» на Кутузово. А через неделю всех желающих приглашают на городской субботник. Если уж мусорим вместе, то и убирать давайте общими усилиями.